Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша играет. И это продолжение моего ФФА-сериала, в котором все играют против всех. То есть я не играю, а показываю вам с шести камер, точнее сейчас уже с пяти, потому что одного игрока вынесли, с пяти камер всё, что происходит в игре. Ну, должен для начала оправдаться, почему так долго не выходила шестая серия. Потому что было очень много работы по синхронизации дорожек. Вот до сейва, а напомню, закончилась у нас пока сериал на сейве, до сейва вроде всё нормально люди записывали. А вот начался после сейва игра, и пошёл рассинхрон, во-первых. Во-вторых, например, Сириус зачем-то три раза останавливал видео, мне приходилось это всё синхронизировать, искать паузы. Ну и самое главное, были технические проблемы с записью звука у всех участников. Я выбрал единственную дорожку, в которой слышно всех участников, потому что, например, УАРы и Укицала, в которой слышно всех, кроме них. У Анатолия, наоборот, по-моему, только... Ну, в общем, проблемы были у всех. И у Сириуса тоже не очень качественная звуковая дорожка, там хотя бы всех игроков слышно, но она технически не очень качественная. Там шум был, мне пришлось ещё с этой дорожкой постоянно работать и очищать от шумов других, которые в ней были. Конечно, не очень будет хорошо слышно, но, по-моему, ну как, я постарался сделать максимально качественно. Так что шеймон всех участников, которые не смогли нормально записать видео, это всё сделать, ну, пришлось мне поработать. Поэтому уж извините, но пришлось немного отложить выпуск. Ну, и вот сейчас вы не слышите звук не потому, что я решил его убрать, чтобы вы меня послушали, а просто потому, что Сириус не с самого начала начал запись. Он не начал запись, потому что он сейчас выходит-заходит, потому что, когда сейв загружается, не все могут ходить, и один человек должен выйти, а потом обратно зайти. Но звука, как видите, нет пока от него, так что где-то через полминуты он начнётся, вы всё услышите, а пока вот слушайте меня и мои оправдательные сентенции. Так что, ну, и тем более, что там началась война между Русским и Майя, но сейчас никаких боевых действий всё равно не происходит, просто потому что Сириус перезаходит, так что на это смотреть нет смысла. Чего? Пророк или что-нибудь типа того? А то у меня тут Ара притащил зачем-то свою религию. Ты можешь построить мечеть. Да не надо мне мечеть. Ну, вот, собственно, не знаю мечеть. Ну, вот видите, такое эхо небольшое, да? Ну, как бы уже не покупаешь, не покупается в это время пророкия. Такое небольшое эхо вы слышите во время переговоров, потому что я чистил звуковую дорожку от шума, и вот это такой небольшой артефакт из-за этого. Ну, в общем, вернулись мы в игру. Давайте следить. Идёт война между Майя и Ацтеком. Видите, Анатолий русскому предлагает оборонительный союз. Анатолий, по-моему, кто-то там выложил. Что-то Сириус не... Не сможет ли его принимать? Ну, в общем... Так, давайте глянем вообще. Ну, выглядит, конечно, что не особо русский сможет взять Майя, хотя, видите, город практически уже снят до конца его оборона. Давайте смотреть. Ну, знаете, что-то Сириус в этой игре, он постоянно на кого-то что-то нападает. Самое интересное, что почему-то никто против него не объединяется при этом. Все как-то на это так сквозь пальцы смотрят почему-то. Сначала он пытался Перса захватить, теперь он пытается Майю захватить. Он и на Эфиопа нападал. То есть, самый тут вармонгер это у нас Сириус, но при этом все как-то так... Это все ему спускают с рук. Ну, видимо, потому что Китцао воспользовался своей возможностью, пошел, захватил Ацтека. В чем ему Тутанхамон помог? Я думаю, они оба довольные сидят. Кстати, я вот все волнуюсь. Тутанхамон-то догонит людей по-настоящему. А, ну у него, смотрите, у него уже ГЭСы везде строятся. У него, кстати, офигенно в этом плане, у него очень много рек. На всяком случае, в Адис-Абебе и в Адве, по-моему, ну, второй город, который справа, да, в Адве, очень хорошо зайдут ГЭСы. Да, блин, и вон нижний город тоже на речке стоит. Да идти на Читлана на речке. Слушайте, вот мне реально, я постоянно, вот как не посмотрю на Эфиопа, мне постоянно кажется, что он тут должен побеждать. Потому что, ну, офигенно у него все. Так, давайте смотреть. Я так понимаю, что отходит. Вы что, вы решили не воевать дальше, да? Все русские отходят. Так, ты просто влюбишь, подумай, все, мне интересно. Ну, просто я его тут не возьму, он поднастроил. Ты же вчера был уверен, что ты его возьмешь, я помню. Вот так вот. Вчера это... Не, ну я вижу же самолетом его юниты. Вчера это перед сейвом, имеется в виду. А юниты легко рассыпаются от самолетов. А у меня радиус шести клеток, я их прокачиваю на города, и они не донесли до летают. Ну, в общем, опять очередная бессмысленная атака, похоже, от русского произошла. Ну, у него, понимаете, у него очень хорошие места, у русского хорошее развитие, но он почему-то их все никак не воплощает в какой-то перевес. То есть он готовит нападение, вроде... Вот если бы он взял персы, он было бы у него все замечательно, но он его и не взял. Взять бы ему Майя тоже было бы неплохо, но этого он и это не сделал. Так а он что-то собирался продавливать генералами, что ли, или что? А я не знаю, что ты хотел, я ведь. Хрен его знает, что уже хотел. Кицал смотрит, своими шпионами сидят у него у Майи. Давайте глянем пока что у нас по развитию. 556 науки у русского. Так, Кицал 680. Конечно, на соточку, на 120 больше. 466 у Кирса. Надеюсь, в этот раз по среду не смотрел. 601 у Майя. 426. Ну все еще... Ну он уже, видите, Эфиоп наконец-то практически догнал. Кирилл. Какой-то мирный буква, помнишь, я тебе с полюсом в этом занятии? Когда ты подключился, к тебе когда ты сейвы грузил. Не помню. Не, реально не помню. Что бы ты подключился, когда я сейв смотрю? Не, не помню, реально, честно. Ну я бы думал, что ты создаешь уже, я зашел, а у тебя там уже прокручено. Куда ты идешь? Не, не помню, честно. Фейл. Анатолий обвиняет Сириуса в том, что тот загружал сейвы и заходил за соперников посмотреть, что у них там происходит. Ну вы знаете, вот откровенно говоря, я не думаю, что это опять же офигенно помогает победить. Просто потому, что это пошаговая стратегия. А загрузив сейв за другого, ты видишь только то, что вот на данный момент происходит. Если бы я поставил по соргады левее, я мог бы просто не играть. Да я бы поставил свой нокрад, где хотел. И игрок может просто все поменять. Этим же ходом загружаешь сейв. И он за себя играет. Он может все поменять, он все по-другому может начать строить. Понимаете? А смотреть местность уже вот на данном этапе. Кицал уже, по-моему, две трети открыл, например. Ну вот у Перса не очень тут видно. Но смысл вот сейчас уже сорить территорию. Это уже не так важно. У вас шпионы везде сидят. Так что вот это... Ну, конечно, это не очень красиво со стороны соперников. Но лично меня это уже мало волнует. Вот если представить, что кто-то там за меня грузит сейв и смотрит, где я нахожусь. Это прикольно может быть только в первые, знаете, там 50 ходов. Но это очень редко вы откладываете на первых 50 ходах. И можно что-то загрузить, посмотреть. Так что не думаю, что тут стоит поэтому... Но тем не менее, это некрасиво, естественно. И плохо смотреть за соперников, что он там строит. И загружать сейв. Это только в конце игры имеет смысл. Сириус, теперь на меня уже переключаться хочешь, да? Что же тебе все такое не дает? Не боитесь. Хочется хоть кого-то захватить. Ну, судя по тому... Эй, просто войска, проживатарис, что ты взял, потому что я на тебя иду? Рабочих вижу границы. Ну, а что-то уж там редко для этого, для фермы. Сейчас увидишь, что фермы не строят. Ну, судя по попыткам, по прошлым попыткам русского... Годится в будущем, что-то будет, яблоко одному оттуда. Ферму строят, типа... Ну, вот видите, там рабочий, типа, Перс волнуется, что рабочий строит дорогу, и оттуда будет на него... Ну, что-то у Сириуса в этой игре не идут захваты. Хотя, откровенно, выглядит у него постоянно войска намного лучше, чем у соперников. Я думал, что он, блин, хотя бы вот Ару тут он, да, это, да, дожмет. Нет, все равно все у него не получается. Так, мне интересно все-таки, когда... Ну, смотрите, еще в двух городах у Эфиопа достраиваются школы. По-моему, столица у него вообще самая большая из всех играющих на данный момент. 23, нет, 24 Москва. Ну, то есть, столица немаленькая. 24, так... Начинается следующий ход. 22 у Перса. Это был Раш. А, 29, вот, 29 у Ары. 29, самое, конечно, у Ары. Вот мне, как бы вот на данный момент я постоянно смотрю и говорил вам в прошлых сериях, на будущее, мне кажется, что, конечно, круче всего должно быть у Майя и у Эфиопа. Причем, Ищиоп еще более круче выглядит, потому что он захватил очень два неплохих города Ацтека. Возможно, они даже лучше, чем то, что захватил Кицал. Вот видите, постоянно Кицал посматривает на столицу Ары. Волнуется по поводу Майя, видимо, считает, что он будет улетать первым. Но пока больше науки, конечно, у египтянина. Даже на 87 науки больше, чем, например, у Майя у того же. Майя, тем более, тут Золотой век сейчас законит. А, ну, Золотой век и у Кицала, кстати, тоже идет. И, конечно, в развитии, вот просто так, что ему никто не будет мешать, неплохо выглядит Кицал. Так, а сколько Афивы 28? Тоже неплохо. Кстати, интересно, кто где держит своих шпионов. Ну, похоже, русский держит у Майя и у египтянина. Египтянин у Майя и у русского. Перс. Перс непонятно. Не могу вам сейчас сказать. Ну, он же не откроет меня вот сейчас по просьбе то, что я хочу посмотреть. Майя у русского и у египтянина держит. Слушайте, русский, египтянин и Майя просто друг к другу посадили шпионов, и все. Эфиопа почему-то вообще никто не считает за соперником, похоже. Эфиоп держит у египтянина. Походу, все вообще и у Перса почему-то. Кстати, у Перса. Египтянина, похоже, вообще никто не считает. Эфиопа вообще никто не считает за соперника. Никто к нему не сажает шпионов. Зато все, абсолютно все, ну, кроме Перса, я не знаю. Я просто не знаю, посадил Перса или нет. Но мне кажется, что тоже практически абсолютно все посадили шпиона к Египту. А, ну да, к Египту точно он посадил. Да, все сидят у Египта. Ну, потому что Египет, собственно, это все логично. Потому что чем больше в том городе, где сидит шпион науки, тем быстрее он сопрет науку оттуда. Так что, так как у нас лидер по науке египтянин, то логично к нему посадить. Хотя я думаю, что науке больше было бы в столице майя, между прочим. Потому что фивы, фивы, вот посмотрите, фивы не стоят рядом с горою. Правда, сейчас нам Китсал свою столицу не показывает. А столица майя стоит рядом с горою. Так, ну что тут у нас в баллистику пойдет майя? Дальше. Все играют на развитии. Что у нас вообще строится? Ага. Очередное голосование в Конгрессе. Зачем, вот понимаете, продвигать в Конгрессе свою религию, когда она чисто у тебя одна, и тебя никто не будет поддерживать, это просто бессмысленно потратить голосовалку. Желательно хотя бы, вот если вы играете в ФУПА... Я думаю, я проголосую за этот фанат. За что он проголосует? Вот видите, плоховато слышно, что они там говорят. К сожалению. А, Scholar in Residence. Типа, Перс хочет. Но это выгодно Эфиопу, кстати, тоже. Это, ну вот, кстати, Эфиоп. Вот, правильно, видите, Эфиоп тоже за научные стажировки. Я, наверное, против религии. Все техи, которые открыты, будут стоить на 20% дешевле. Это выгодно тем, кто отстает в науке, а именно Персу и Эфиопу. Они вдвоем должны за это проголосовать. Египет, я как понимаю, голосует... Вот, видите... Отменить отмену, в принципе, я не правду. Здесь неправильно... Почему неправильно русский предложил? Ну, слушай, мне как-то сейчас без разницы на счет садовок, честно говоря. Вот религия я не хочу, чтобы прошла. Вот почему неправильно предложил религию русский? Потому что, получается, и у него и религия не пройдет, и он заставит других людей, которые лидируют по науке, голосовать против религии. Ты же не хочешь заключать самооборонку? Вместо того, чтобы голосовать против научных стажировок? Ну, если есть дорога, это лучше, чем когда нет дороги, правильно? Что, даже... Ну, мне не жалко, что не было в дубах. В общем, это... Если... Ну, ты же понимаешь, что я не собираюсь на тебя нападать. Потому что иначе я не предлагал тебе... Вот, поэтому... Видите, даже Кецал один голос за научные стажировки отдал. Дорога чисто оборонительная. Не знаю, почему. Может, он думал, что это один голос против. Не знаю, зачем он... Почему он за научные стажировки, когда он первый по науке? Ему как раз выгодно, чтобы его как можно... Ну, позже догоняли по науке. Странно. Не знаю. Ну, и русский, собственно, предложил то, что позволит пройти научным стажировкам. То есть, его предложение не пройдет, зато пройдет в Конгрессе то, что ему невыгодно. И именно из-за того, что он предложил не очень удачную вот эту религию. Стоят у него там корабли в этом внутреннем море. Чеченица постепенно. Да, 29. Вот, видите, в Поленке намного больше науки, потому что она будет... Он растет просто внизу, да, как-то. Я не знаю, как она растет. Ну, у меня смогло, но еще наружу. Как она растет? Там уже лабад. Религия прошла. Ничего себе. Религия прошла. Это как так голосовали люди? Ну, и научные стажировки прошли. То есть, я все, что рассказывал... К сожалению, видите, мы не посмотрели, за что Майя голосовал. Ну, Китсал голосовал против религии. Майя тоже просто был обязан против религии голосовать. Прям удивительно, как так произошло. Китсал тут все создает шедевры. Хотя интересно, что он примет какие социальные политики. Какую социальную политику дальше пойдет? Исследовать. Принимать. Ну, Китсал, давай прими политику. Я сижу, жду на тебя, смотрю. О, боже. В опции полез. Да, все на развитие. Золотой век очередной запустил Майя. 18 ходов. Нифига себе. Везде лабы строят. Обратите внимание. 629. А Китсал что у нас? А лабы он только сейчас открыл. Ну, и Китсал везде лабы строит. Что остальных? У русского три хода до пластмасс. Ну, а перс... Перс вообще... Ой, это не перс, извините. Это Майя. Перс. Только архитектуру, по-моему, исследует. Ну, вот эта ракушка, видите, сверху. Иконочка. И... А, ну и три хода. Слушайте, Ефиопову. Видите, благодаря научным стажировкам все не так уж далеко для него. Так и не посмотрели, что там взял Китсал. Скажите, а сейчас у него еще школы достроятся в этих двух городах. Будем... И он должен уже опережать по науке. У него 440. А у Перса 494. Я думаю, что он... Когда достроится школа, у него будет 500 где-то. Но... Ефиоп, мне кажется... Я не знаю, что у него с рационализмом. Что там просто хотел? Принят ли у него рационализм? Вот у... У Майя так много науки, потому что у него свобода, рационализм... Свобода, рационализм и построенная статуя свободы. То есть ему вообще выгодно... Главное, Китсал, такой красавчик. Поленки уже лабы. А в силах можно погибнуть не лабы, да? Да. Нет. Блин, у меня какая-то хрень сейчас произошла. Что-то с маушниками. Жесть. Я пересрал, Саш. У меня тут просто треск страшный. Тут какая-то музыка непонятная. Как-то, блин, дьявол вселился. Ну, вот видите... Китсал тоже... Прошло слово с темой, да-да-да. Не, серьезно. На видосе потом вы увидите как раз на этот ход. Это жесть началась. Я даже институт не тот принял, который хотел. Ну, в связи с тем, что Китсал свой, по-моему, голос как раз не записывал, ничего и не будет на видео. И ничего и не было, кстати. Это Китсал. Это мы видим техдрево Египта идет в полет. Так вот, у Майя еще построена статус славы. То есть, у него все специалисты в городе с рационализмом плюс две науки еще дают, кроме того, что они и так дают. Это еще плюс одно производство. Нет, или плюс два производства. Слушайте, я уже забыл, что дает статуя свободы. Плюс два производства – это вообще... Ну, то есть, ему очень выгодно садить специалистов. Кроме того, если он принял в свободе перк, который, за счет которого специалисты едят половину еды только, то, соответственно, у него поэтому и будет так отъедаться город. За счет того, что... Да, плюс одно производство все-таки от статуи свободы. Видите, он наводит мышку, и вы видите, что там еще два. А, потому что гильдия писателей дает одно очко, а гильдия художников – два. Поэтому, когда играешь через свободу, очень выгодно... Сириус, ну что, ты хочешь оборонку подбивать или нет? Практически всех специалистов садить... Ну, специалисты всех жителей... Ну, где-то в конце 60-х годов. У тебя еще и город будет расти лучше. Ну, какая-то хрень с Цилой произошла, по-моему. Что там у Кицала за хрень с Цилой? Вроде все нормально. Сейчас полностью звук пропал, полностью. Кто-то воздействует звуком на Кицала, чтобы он хуже играл. Ну, видите, у Египта тоже, в принципе-то, неплохо захваченный... Вот так сколько, по-моему, такой немножко мусорный город? Ну, вот стажировки все-таки прошли, что ли? Да. Удивляется Кицал, который за стажировки сам голосовал. Интересно. Там первые, по-моему, все-таки. Кто первый по науке? Ты Кицал первый по науке? Ну, у меня просто два вот науке. Вот, 704 у Кицала, 629 у майя, 585 у русского. Так, опять Кицал. 496. А, кстати, я хотел... Ну, у Перса еще 496, и я хотел посмотреть. 465. Все никак не может. Я не пойму, что делает не так Тутанхамон. Почему он постоянно... Почему у него мало так науки? У него должно быть... Ну, то есть он может отставать по изученным техам, естественно, потому что он позже школы открыл. Но вот сейчас у него должно быть науки на уровне русского хотя бы, просто на уровне. Почему он не может даже Перса догнать по науке? Я никак не могу понять. Что... Я думаю, что у него просто не сидят специалисты. Может, он рационализм не принял? Не взял этот вот в рационализме плюс 10%, когда у тебя положительное счастье, и от спецов? Единственное, что... Как можно... Как-то можно объяснить такое отставание. Потому что спецы — это, ну, считайте, плюс 2 науки с каждого спеца. Ну, естественно, только которые научные спецы, но все равно. То есть сидят у него спецы в школах. То есть каждый город — это 6, это плюс 12 науки. Три города — это плюс 36. То есть у него должно быть еще плюс 50 науки как минимум. Если у него не принято... Если бы у него был принят этот рационализм. Ну, он хочет хоть кого-то захватить. Это Перс волнуется, что там рядом с ним русский наращивает армию, видимо, так. А куда там Перс смотрит? Ты зря сидел, да? Не, ну, он столько раз нападал на всех, и никого нет. Не, ну, я не знаю. Если он на меня нападет, я просто не вижу особого смысла, что делать. То есть я в любом случае туда не выигрываю. Даже если я буду от него отбиваться так-то, то к победе я уже не приду. То есть если я буду просто сопротивляться долго, то я просто кому-то помогу победить, кроме русского. Ну, я могу... Может, помочь только Майя. Я, например, никак не могу. Ну, еще почему? Ну, я не знаю, Майя смысл мне помогать, если честно. Потому что Майя надо самому как-то готовиться, чтобы соревноваться с тобой, а не мне помогать. Я вот не понимаю, почему русский... Почему вообще русский... Ой, Перс... Почему Перс Анатолий возмущается? Ведь ему никто не мешал как бы развиваться. Ну, напал на него русский один раз, так он отбился. А все проблемы с развитием Перс сам себе принес. Ну, не знаю, то есть... В комментариях, пожалуйста, поспортись со мной, может, я не прав. Все проблемы с развитием Перс сделал себе сам. Так, уже, посмотрите, у него 560 науки у Перса. Поверно, как у русского, представляете? 588, 560. Русский еще пластмассы. 703 у Египта. 500, так, 560... 732. Ага, вот уже и Майя. Ну, то есть он лабораторию построил. Уже пошли первые лаборатории, уже вперед вырывается Майя. Ну, правда, и Египет еще лабораторию не достроил, будет еще строить. 490 у Ефиопа. Не понятно. Все, все никак не могу я понять, почему. Ефиопа... Какие проблемы и с производством, и с наукой. Хотя выглядит все у него намного... Очень шикарно. У него все города рядом с горами стоят. Выслежил? А ничего, интересно. У всех городов реки есть. То есть, блин, на развитии это все выглядит очень-очень шикарно. Я считаю, что тут он Хамон очень правильно делал. В начале игры шел по нижней ветке, захватил Ацтека. Все очень грамотно. Отбился от русского с Майя. Что у него сейчас с развитием происходит? Почему? Я жалею, что не выпутал ту клетку, где-то там сейчас алюминий. У меня, причем, был один гад, но я не могу, чтобы она туда вырастет быстрее. Да, видите, Ара сетует, что не выпутал ту клетку. Я не могу, что чеченица должна была туда вырасти, и бы с ней придется вырасти, но она растала куда-то в гору. Да, он бы урос и забрала. Ну, если вам не очень понятно, что говорит Ара, то есть он сетовал, что жалеет, что не выкупил ту клетку, где-то сейчас алюминий, справа от, слева от чеченицы. Да, конечно, такая не очень. А, вот смотрите, Перс попросил у Майя нефть. Что будет? Так, подожди, где тут Перс? Ага, идет в полет. Ну, до полета ему далековато, конечно. Будет стараться наклепать самолеты. Не знаю, по мне так, тут вот Майя было бы выгодно скопироваться с Персом и попробовать русского захватить. Тем более, что тут у него два города, Питер и... Ярославль так расположены так в очень таком месте... Ну, они так вперед вытянуты, и их приятно было бы захватывать. Так, очередной ход начинается. О, сразу три самолета. Тут везде самолеты клепает русский. Уже аж три самолета. Интересно, если он сейчас начнет лабы строить, то я поверю, что он чисто для защиты. Если он, да, но он продолжает везде самолеты строить. Так что, я думаю, он планирует нападать на Перса. Что там у Перса? Насколько быстро он может вообще в самолеты выйти? Да, Майя литер, на самом деле. Конечно, конечно. Производство по нам. Говорит Кит Сава, который... Говорит Кит Сава, который... Тот же Сириус меня заберет, Майя будет еще сложнее. Потому что у него в Сириусе только дальше Майя идти. Да, прям... Прямо в самый глубь на идти. По самой полной горы. Кит Сава говорит о том, что Майя лидер. У самого один ход там до лаборатории, постройки. Сейчас, конечно, науки больше у Майя. Вот эти 716 у Египта и 810 у Майя. Но это потому, что он реально везде построил лабу. Не даже не везде, а, наверное, в двух городах пока только. Сейчас еще Египет достроит лабы. Ну, вот у нас два лидера по науке, это точно. Майя и Египет. И вообще, конечно... Ну, вот сейчас, глядя на всю эту ситуацию, логичнее было бы Майя попробовать русского вынести. Потому что так-то лидера у нас по-хорошему три. Русский, Майя и Египет. Но при этом у русского есть еще один сосед, перс, который его постоянно напрягает. Это дыхательница. А у Египта... Ну, блин. Да, в Дариктекс девятом странно выглядят эти все города. Так вот, а у Египта нету соседа. Ну, блин, что, Ефиоп, наверное, что ли, нападать будет ради этих городов ацтекских бывших? Это Ефиопу нафиг не надо. А здесь, кстати, еще на русского может и Египет помочь. С моря, например, почему нет. А то, что вот русские сейчас планируют на перса нападать... А, так они уже... Слушайте, они уже начали, что ли, войну? Они уже начали войну, блин, я проспал. Уже началась война. Не, не могу счастье отдать. Он разграбит счастье, без счастья воевать я не смогу. В общем, перс пытается у всех выпросить. Ну, с другой стороны, в принципе, а что вот прям... То есть, если русский захватит перса, это именно что получится... Он соседа беспокойного уберет у себя. Но прям для развития это... Ну, не сказал бы, что прям супер-супер. Но убрать соседа, чтобы он не мешался... Почему нет? Тоже неплохая идея. Ну что, как думаете, на этот раз он возьмет, наконец, у перса? Перса захватит или опять у него не очень? Вообще, приятно, конечно, рекламировать 2GIS. У них постоянно появляются новые функции, и мне есть, что вам рассказывать. Вот, например, теперь этот справочник и каталог организации показывает, в какой вагон метро вам надо садиться, чтобы куда-нибудь добраться. Думаю, для жителей Москвы, где составы метрополитенов очень длинные, функция окажется полезной. Так что заходите на сайт 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте программу под вашу платформу. 2GIS, если быть точным. Прямо подводи юнит и жди, пока тебя перс обстреляет и лечись об территории. Ну, он, конечно, сейчас будет просто самолетами убивать. А, вот есть уже самолет и у перса, кстати. Отлично. Уже не так плохо. А у русского, ну, 6, а вон в Питере вижу. Так, давайте на русского переключимся. 3 в Ярославле, 4. А, там какой-то их перебрасывает. Да, уничтожает арбалеты. Что-то оставляет какие-то. Он, типа, добивает кавалерии. Пасаргады обстреливаются. А мы, типа, безатом окну с ядерками, да? Да. Ну, я уже в который раз скажу, что выглядит так, что русский возьмет пасаргады, но я уже ошибался по этому поводу единожды. Ну, так уже конкретно подготовился все-таки русский, хорошенько так отстроил армию. Ну, смотрите, перса абсолютно правильно делает. Достраивает пехоту пехотинцев. Они вот этими бомбардировщиками, первыми самыми бомбардировщиками, очень тяжело обстреливаются. Да и вообще они, ну, один из сильнейших юнитов на долгое время. Ну, еще и Коломбо. Ну, кстати, хорошая идея взять Коломбо еще с моря. Почему нет? С первого ряда смотрю. Пицан пришел Коломбо. Пицан, вместо того, чтобы самому это Коломбо забрать и вынести русского с моря, всякой фигней занимается. Играет в развитие, домики строит. У него была возможность доминировать на море, но он этим не воспользовался. Так, что вот у Эфиопа? 506, уже лабы строятся. Ну, все так, в принципе, неплохо. Догонит он по развитию, наконец, не догонит. Нара, что ты прибежал сюда рыцарем? Давай уходи отсюда. Ну, сейчас ты тут, блин, давай уходи. Там дальше ничего интересного нет. Дорогу защищает, видите? Кицал, не хочешь, чтобы Бара дорогу... Ну, там, блин, да, там моя территория. Ну, ГГшка где-нибудь есть? Нет, там ГГ. Вон, Вильнюс ГГшка. И еще у меня там есть одна ГГшка, и туда не дойдет. Ну, что, все, больше ничего нет? Море. Обманывает протир, видите? Кицал, не хочешь, чтобы Ара прошел к нему туда. Давай, Ара, не трусь. Заладь, грабь дороги. Я вообще боялся, что Ацтек ко мне голеасом приплывет. После того, как он великолепно теклу построил. О, Сириус переключился в 2D. Серьезная битва не встречается. Ацтека жалко. Что, мне не жалко Ацтека вообще? Ну да. Не смогли помочь человеку. Вообще не жалко. Ацтек сам должен был всех там нагибать. Вместо этого Пушечку. Не смогли помочь. Какой его столице забрал, а ты скручаешься так. Скресидок официально. Ну, объективно так получилось. Так, а где эти... Я три фрегата построил. Просто на всякий случай. Строил же. Он у него стоит в Персепольсе и в Сусах что-то он их не подводит. Или не хочет сразу показывать. Я не знаю. Интересно. Откуда в Поленке столько еды? Я не понимаю. У тебя караваны туда, что ли? Поленка. А, 30 уже. 31 следующим ходом будет в Поленке. Неплохо, неплохо. Ну, ему надо... Персу надо на... На алюминий ставить по-любому. Пускай обстреливается самолетами, но это... Что Китсал обнаглел? Что-то Китсал обнаглел, я только не понял. У меня есть армия. А, типа последний по армии, что ли? Да нет, есть у Китсал армия, действительно. А что ему... Кто на ее может тут посоху нападать-то? Так, подождите, где тут у нас... Я не пойму, почему не подводит своих этих пехотинцев Перс. Уже по Саргады обстреливаются. 354 производства. Неплохо. Да, он взял. Порядок, да? Да, надо поменять вот... В Пасаргадах. Возможно. Да. Хотя бы так. Ну, ему надо было просто ставить туда пехотинца на алюминия, не ждать, пока туда придут, видите, гатлинги. Ну, а Перс первый по науке, офигеть. Не знаю. Перс первый по науке. Ну, это только потому, что... Ну, у меня... Мне это не особо поможет сейчас. По науке он первый в том плане, что у него больше всего открыто. У него больше всего технология открыта, но это не значит, что он... Что у него действительно научное развитие хорошее. Он просто открывал дешевые технологии, повторяю, как все остальные идут в дорогие вперед. Он удобрения открыл. Уверен, которые, по-моему, никто не открывал, потому что никто в артиллерию не шел. Так-то, конечно, у нас лидер по науке. Вот давайте. 929 у майя, 830 у египта, 610 у русского. Все время, как у Перса у нас 590. Так, так. Продолжаем смотреть за битвой. Крепость поставил, да. О, и Перс поставит. Отлично. Не, Перс отлично обороняется от русского. Другое дело, что с развитием как-то не особо, но в плане повоевать Анатолий вполне. Не, я думаю, Сириуса очень сильно раздражает это вся его такая живучесть Перса. Знаете, кажется, вот когда нападаешь на соперника, который реально тебе проигрывает в развитии, всегда кажется, что вот сейчас ты его, хоп, хей, ла-ла-лей. Сразу там, знаете, за 5 ходов сметешь, такой радостный муж с городами сидеть. Когда он воюет лучше тебя, то как-то это все расстраивает, раздражает. Я же лидер по науке, поэтому я воюю с Тебюшетами. Передаю Тебюшетами. Тебюшета у Перса. Давайте глянем. Ну, смотрите, уже пасаргады красные. Ну, возьмет, по идее должен взять. У него вон этот стоит пехотинец. Этот пехотинец оттуда не особо выкуриваются. Эти казаки, конечно, в тылу. Они Персу все разрушат. Все, экономика. У него нету возможностей. И никто, ну, я не знаю, почему. Вот Ара не хочет напасть. Вот что сейчас Ара делает? А, ну, Ара строит, в принципе, самолеты и оружейные. В одном полянке 400 науки. Да. Я вот и говорил, что в полянке выгоднее садить шпионов, а все посадили почему-то фивы. Ну, 890 уже у Китсала. 941. Китсал совершенно не очень. Он почему не отстает особо от Майя? Хоть у Майя все города около гор, типа, да, самые крупные. А у Египта столица не у горы. Они отстают, потому что у него городов больше. Больше городов, они крупные тоже. У Майя-то вот, считайте, полянки только такой. Ну, реально отъелся. А у Египта все города большие. Так, ладно, что тут делает? Зачем отошел? Интересно, русский. По идее, он мог следующим ходом взять по саргадам, мне так кажется. Ну, вот, да, логично. Перс, ставь, ставь туда. А, Египта последний по армии. Ну? Все, пошли, Египта выносить. Ставь, вот, правильно. Что-то ты тут вообще? Да, еще одного генерала ведет, русский. Ну, не знаю чем, но у тебя армия больше, чем не было. Пытался Перс, конечно, убить генерала. Ну, Сириус на последней секунде поставил. Давайте переключимся на Сириуса. Это звуки, напомню, от русского идут. То есть, там мне писали в комментариях, что где-то позже, где-то раньше. Нет, просто в предыдущих сериях звуки были от Китсала. Теперь все звуки от Сириуса. Поэтому может не совпадать. Да, Тотанхамон, конечно, у нас самый разговорчивый в этой игре. Я думаю, вы его очень часто слышали, что он говорил. Ну, 567. Странно, вот, даже до сих пор все еще не догнал Перса. Прямо, меня прям поражает. Что такого делает Тотанхамон, что он не догоняет людей по науке? 950, уже почти 1000 у Майя. 912 у Египта. 808 у русского. Ну, у нас три лидера явных. Просто три явных лидера. Россия, Майя и Египет. Почему не хочет Майя ослабить Россию, тоже мне непонятно. Потому что он берет Перса и как бы все. Он тут такой гегемон с этой стороны. Слева на карте гегемон, справа на карте гегемон Египет. И посередке остается Майя с Эфиопом. А исходя из того, что Эфиоп не особо у нас развит. И как-то у него все не получается развиться. То логично, например, в России и Египту просто договориться и распилить Майя. Почему нет? Да, пытается спасти свои города Перс. Ну, жалко, конечно, что ему особо никто не помогает. Просит золотишко у Майя. Саня, давай ты будешь помогать Персу деньгами. Ты так и значительно борешься с двумя. Слышу. Просто у меня, понимаешь, мне деньги нужны, у меня производства нет. Слышу, никого про народу нет, блин. Ну, конечно, нет никакого производства. У Майя и у... У русского суть не больше, чем у среднего. Это, не знаю, если не это самое. Немало. Так, ну ладно, возьмется этим ходом по Саргады. Просто у русского там... А, уже куда-то убежал казак. Или убили его самолетами. Ну, должен по Саргады взяться, мне кажется. А, стоят там эти. Да, ну, этим ходом опять по Саргады не берутся, похоже. Еще и самолеты прокачал все русские на персе. Ну, это вот нельзя давать, понимаете. Вот в такой... В такой стадии игры давать захватывать кого-то. Майя, мне кажется, Ара неправ. Прям хочет прям на развитие играть. Ему, мне кажется, достаточно просто вступить в войну с русским, цикнуть там, сказать ему, типа, давай ты перса ставишь в покое, там сейчас Египет улетит. Что-то типа такого. Ну, нельзя ему давать перса захватывать. А Ара как-то... Ну, хотя там Ара строил самолетики-то и сейчас строит. Может, все-таки вступит в войну. Не знаю, не знаю. То есть я не... Ну, как-то мы не можем влезть в черепную коробку Ара и понять, строит он из расчета напасть на русского или из расчета, что русский сейчас захватит перса... О, я нашел чудо! Захватит перса и... Изрядный морей с этого берега. Потом пойдет типа на майя. Не знаю. Поселенца строит перс. Интересно. Даже интересно, для чего. Так, что там у Эфиопа? Ну, наконец-то, Эфиопа обогнал. По науке перса. Но там явно перс просто попереключался. Ему там поразграбляли территорию. Но 588... В то время, как у Майи уже тысяча... Тысяча. Это очень неплохо на данный момент. И, собственно, тут буквально несколько ходов осталось до того момента, как Ара может начать сжигать ученых. То есть у него максимально уже науки будет. В то время, как тут русский пилит перса, у Майи уже могут икскомы появиться. Я не помню, на каком ходу Майя уже построил... Построил... Блин, ГГшки с самолетом, это смешно. Построил... В Сингапуре. В Сингапуре. В принципе, где-то ходу на 176-м можно начинать. Сжигать ученых. Они, наверное, максимум дадут науке. Так, а у Египта сколько? 980... Ну, тоже недалеко. Тоже недалеко. Видите, еще в Тиноч-Светлане еще школа не построена. Так, ладно, что у нас тут с пасаргадами? Еще один генерал. Боже, откуда столько генералов-то у русского? Походу, пасаргады все-таки будут взяты. Интересно. Я так понимаю, поселенцы, наверное... А, он все-таки решил туда поставить... Вот там должен был быть второй город его. Перса вообще в принципе. Сейчас-то чего уже города ставить? Ну... Эх... Вот как все-таки обидно. Была тоже... Могла быть у Перса отличная игра. И все... Все из-за неправильного... Боже, какие-то волнышки пошли. И все из-за неправильно поставленного в начале города. И все... И все как-то так не задалось сразу. Не игра, а страдания постоянные. Видите, у него тут... Так. 735 у русского. 982 у Египта. Уже меньше 500 у Перса. 1003 у Майя. У Ары тут чисто как такое... Вся игра практически на развитии. Там чуть-чуть повоевал. Буквально с русским. Ну, а потом там... Этой армии сходил к Эфиопу. Слил. Бессмысленно. И все. Вся игра на развитии идет. У нас Эфиоп. 633. Он тоже начинает постепенно, потихоньку догонять. Ну, хорошо, понимаете, он с 20% скидкой открывает те технологии, которые же все остальные открыли. Поэтому это не так... В данном случае не так уж плохо, что он отстает по науке. Единственное, что все-таки мне странно, что он все никак не может догнать людей. То есть, мне кажется, у него должно быть науки больше реально, чем... Ну, то есть, он должен быть на уровне Египта, как минимум. По моему мнению. Или хотя бы русского. Хотя бы. Но почему-то все это никак не получается. Какие тут... Что он делает не так, мне сложно сказать. Ну, мне кажется, у него там... Он не очень хорошо со специалистами работает. И, как я говорил, видимо, у него рационализм не взят вот на специалистов. О, минус шесть. А что, взято по Саргады, что ли? Ну, сейчас он по Саргады забирает. А, только забирает. Ну, давайте на этой веселой ноте, собственно, и закончим эту серию. Ну, должны взяться по Саргады. По идее, вот у него уже Казак стоит. Не знаю, следующим ходом или этим. Закончим на этом... Продолжение вы увидите, надеюсь, завтра или послезавтра. В зависимости от моих технических всяких проблем. Вы слышали Лешу Халецкого. Канал Леша Играет. Не забудьте подписаться, раз вы дострели до конца. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...